Шот это не выстрел, нет, шот это называется рюмашка спиртного в баре. Рюмка спиртного, крепкого, конечно. Так я это восприняла, когда увидела название этого аромата, тем более, когда его попробовала. Но когда я зашла на их сайт, я поняла, что это слово также может относиться к игре в бильярд. Да, лучше бы я именно его взяла целый флакон, а не пробник. Этот аромат поинтереснее. Если честно, вот я сейчас о нем хочу сказать. В общем-то, неплохие вещи, даже похвалить. Но вот я не знаю, то ли это просто относительно на фоне вот этих всех остальных он так выделяется. И мне кажется, что он мне очень понравился. Мне кажется, он в духе таких ароматов, таких вот сладких, густых, мощных. Например, вот как Ангел от Мюглер, Блэк Опиум. Но это, на мой взгляд, что-то в этом духе. И мне кажется, это его визуальная компания, она абсолютно отображает его содержимое, его характер. Шот для нее. Сердце аромата интригует нас. Фиалковое цветение лидирует. Это то, что задает правила игры. Нижние ноты аромата сладкие, оставляют вас с желанием большего. Карамельные капельки в компании ванили и почули в сердце. Здесь сказано загадочный, страстный, сладкий. Видеореклама классная. Я его также ощущаю. Он яркий, мощный, густой, манящий, будоражащий. Сладок, но не сахарно и карамельково, а чем-то другим насыщенно сладкий. Как коктейль алкогольный, наверное. Очень густой, глубокий. Вполне, да, темно-сладкий аромат, как сладкий крепкий шот в рюмке в баре. Также здесь очень заметный яркий фруктовый аккорд. Какой-то, я не могу распознать фрукты, но как будто это не один. Это микс фруктовый. Да, он достаточно новый, вышел в 2016 году. Также он цветочно-восточный. И по аккордам он пудровый, фруктовый, тропический, древесный, ореховый. Какая красота. А ноты какие классные. Ух ты. Смотрите, коктейль дайкири, ананас, лесной орех, мандарин. Розовая вода, жасмин, фиалка, маракуйя, пачули, ваниль, карамель. Коктейль дайкири. Ну, конечно же, здесь без алкоголя не может обойтись. Это же шат. А дайкири это ром с фруктовым соком и сахаром. Классный аромат на холодное время года, мне чувствуется. Ну, прям вот обнимет, обожжет, ударит в нос, в голову, опьянит, одурманит. Такой дурманящий, пьянящий и сумасбродный аромат. Я пока этот пробник выбросаю и подумаю. И вот он, аромат от Halloween Mia Me Mine. Как-то я увидела статью на фрагрантике, что вот вышел этот новый аромат, концентрация Eau de Parfum. Какой таинственный. Но я все-таки заказала себе пробник. Хотя меня так флакон подмывало взять. Но я посмотрела на их сайте рекламу и поняла, что не стоит вгорячиться, не стоит флакон. Он, скорее всего, будет совсем молодежный. Ну, вышло как бы и да, и нет. Аромат неплохой. Но кажется, что-то не мое. Хотя, чем дольше я с ним играю, все-таки больше его хочется. Нет, скорее, скорее не возьму. Ой, не знаю, не знаю, надо подумать. А давайте я вам покажу рекламу. Вообще у него красивая очень подача. Но это тем, кому лень рыться, я покажу. Потому что я сама такая лентяйка, ой. То есть лес, звонок в лесу, ну и фантазии. Так интересно. И вот его страница, такая классная. И тут сказано, что он мощный, женский, незабываемый. Ну, я бы его мощным не назвала никак. Вот Шот, Халлоуин Шот, он, да, он мощный, сильный. А этот, нет, он потише. Здесь сказано, женщина, которая вдохновляет. Миэмми Майн впечатляет незабываемым присутствием. Духи создают ауру вокруг женщины, усиливая ее индивидуальность. Ну, конечно, это все правда. Это истина. Разве нет? Но мне кажется, такие подобные строки должны присутствовать рядом не с такими простенькими и легкомысленными. Две концентрации для двух типов женщин. Туалетная и парфюмированная вода. Да, вот такие вот и две девочки тут в рекламе. И давайте проведем мышкой, как здесь говорится. Все так наворочено, прям здесь классно. И, ох, коробка-то красивее флакона. Они говорят здесь, глубокий лиловый цвет пробуждает мечту, женственность и загадочность. А этот вот предыдущий, кораллового оттенка, туалетная вода, он интимный. Но я его не пробовала, ничего не могу о нем сказать. Ах, вот здесь флакон красиво как выглядит. Фантазии Миэй, как красиво. Я с этим сайтом играюсь прямо, не хочу отсюда вылазить. Тут сказано «Я Мия и ты Мия». Про мечты, про желания, что-то. Ах, как здорово. В лесу моих фантазий я слышу звонок. Мия приглашает меня потеряться в наслаждении интимных и загадочных фантазий. И альфактивные ноты. Сначала вообще, давайте я от себя расскажу немного, как я его чувствую. Для меня это очень приятная, сладкая, прозрачная, с очень легким, не сильным ароматом карамель. Да, карамелька. Такие вот здесь бывают, лилового или черного цвета, в основном на Хэллоуин. И они мне иногда кажутся с парфюмерным привкусом. Вот этот аромат вкуса этих лилово-черных карамелек. Аромат такой пресно-сладкий, влажно-прохладный. Влажный не морской, а лесной, лесная влага. И очень загадочный лес, фэнтезийный лес, я бы сказала. Это фэнтезийный папоротник, мох, лиловая карамель и фрукты с легким ароматом. Аромат спокойный, но не слабый. Он не буйный, но разворачивающий воображение. У меня с ним одни приятные только ощущения. Ничего не отталкивает меня. Но все же чувствую, что он для более молоденьких девушек. И тут говорится, он восточно-цветочный, фруктовый, с легким шипровым прикосновением. Главным персонажем композиции является цветок Дигиталис Пурпуры. Провокационный цветочек. Он увеличивает пульс, и кто его нюхает, приходит в восторг. И основные аккорды звучания здесь гипнотический Дигиталис Пурпуре, независимый Пачули и провокативный Розовый Перец. А вообще вот такие у него ноты. Личи, Юзу, Розовый Перец, Роза, Пачули, Артемизия, Мускус. Вообще, я бы этот аромат не назвала провокативным, независимым. Он завлекающий, да. Но он не такой буйный, не громкий. Вот к таким провокативным и мощным я бы все-таки точно отнесу Шот. Халлоуин Шот. Этот понежнее, поспокойнее, потише. Но он завлекающий, да. А тот Шот, Халлоуин Шот, он такой взбалмошный, мощный, громкий. А у Миамимайн у него нет контрастов. Он спокойный, ясный, молодой. Да, он не совсем обычный молодежный. Не такой вот распространенно сладко-химозненький тип селебрити. Нет, он поинтереснее, конечно. Как будто бы для девочки в готическом стиле. Для меня все-таки девочковый. Ну, может быть, в теплое время я его еще попробую. Нет, это просто я свое личное отношение, как он на мне звучит, высказываю. Вообще, вы все женщины, не стесняйтесь, пробуйте, носите его. И, может быть, вы найдете в нем, конечно, что-то свое. Мы все равно все девочки, правда? Фланкер Хэллоуин под названием Хлёр. Этот чудный флакончик я просто обожаю и оставлю его у себя, хотя бы просто из-за флакона. Матовый флакон. Хорошенький, лапулечка, мне очень нравится. Но главное, аромат приятный тоже. Аромат, кстати, просто... Сироп-сиропович. Сладенький такой, химозненький, но, мне кажется, пудровый немножко. Но приятный, не отталкивающий. Сироп-сиропович цветочно-пудровый. Я бы так его назвала. Вышел он в 2013 году. И он сейчас представлен на сайте. Это не снятость. Вкусненький цветочный сироп. Невинный такой, безобидный, нераздражающий аромат. И как они утверждают, этот аромат посвящен молодости, юности, невинным мечтаниям, весеннему пробуждению и цветам. И аромат этот создавали аж три парфюмера. И среди них Оливье Польш. И вот что Halloween Parfums о нем показывает на своем сайте. В графике, конечно, это очень привлекательно. Это эликсир молодости. Невинность, откровенность, возрождение, зная, что все возможно. Пробуждение жизни, расцвет мечты, хрупкость момента, которая усиливает желание поэзии. Вот что они тут насочиняли для нас, чтобы привлечь внимание к этому аромату. Аромат Halloween Fleur открывается союзом мандарина, фиалкового листа и грушевого нектара. Оптимистичное сердце включает орхидею, жасмин самбак и сириль. А база создана из кашемирового дерева, амбры и мускуса. Здесь фэнтезийные и реальные аккорды. Сладость, печеньки. Молодость, поэзия, невинность, кашмиран. Радость, пробуждение к жизни. Эмоция мечтательной поэзии, между лепестками тысячи цветов. Тепло и экстаз утреннего света. В общем, да, так он и пахнет. Это цветы и печеньки макарон, чуть избрызнуты сиропом. И видео здесь тоже есть. Ну да, в общем, все равно это для меня приятный сладкий сиропчик. И пока куда я им лично пользоваться могу, я не понимаю. Но это зима. Я обязательно его попробую весной, как они и рекомендуют. И еще один аромат, который мне приглянулся и показался симпатичным. Это фланкер Halloween Water Lily. Водяная лилия. Сам флакон тоже такой хрустальный, прозрачный. И ох, аромат такой освежающий, таким взрывом, напором летней свежести. Зеленый, цитрусовый, водный, цветочный. Все, как полагается, набор летнего свежака. Но я не могу сказать, что он на что-то похожее, о чем-то мне напоминает. В холодный осенний день в лицо ударил порыв летнего свежака. Очень красивый аромат, я буду им летом пользоваться. Но я не сказала бы, что это примитивный, простой, бюджетный аромат. Звонкий, ярко-зеленый, растительный, свежеводянистый аромат. Солирует здесь свежая зелень. Легкая цветочность, совсем не слащавая. Да, странно, он так же, как и оригинал, восточно-цветочный. Но ничего восточного я в них не нахожу. А, да, я бы сказала, не восточный восток, а азиатский восток. Вот он в таком духе, как азиатские ароматы. Они все природные, дышащие, прозрачные, но и достаточно насыщенные, играющие, обогащенные такими природными свежими нотками. Очень красиво. Конечно, сейчас на холодное время он простоват, хотя, хотя, хотя на нем можно, можно отдохнуть от осенних тяжеляков таких, знаете. А, кстати, вышел он в 2007 году, и в нотах у него пятигрейн, фиалка, водяная лилия, сандал, ладан, ваниль и мира. А, да, у него вот ладан, мира, фиалка, сандал, общие с оригинальным ароматом, но по звучанию для меня ничего общего нет между ними. Следующий флангер Halloween под названием Blue Drop. Голубая капля. Красивый цвет, правда? Ах, ядреный красавец. Но не менее красиво разводы, голубые на одежде. Ну, а самое главное на коже, на коже такой эффект синяков. Под Halloween, кстати, в самый раз, я считаю, правда? Но эффект синячины на коже и на одежде, это не самое прекрасное даже, что есть в этом аромате. Главное, он является точной копией аромата Dolce & Gabbana Light Blue. Но он, правда, немного ярче, сочнее, я бы сказала. Что можно сказать об аромате, когда ты говоришь, что это копия какого-то другого аромата? Я очень люблю аромат Dolce & Gabbana Light Blue. Это мой летний любимчик, уже много лет. Зачем? Ой, классно так пахнет. Ну, это же Dolce & Gabbana Light Blue. Ну, как так можно? Ой, как классно. Сразу лето вспомнилось. Мне, это же мой летний аромат. Halloween Blue Drop вышел в 2012 году. И в нотах здесь у нас цитрусовые, зеленые яблоко, лаванда, жасмин, фиалка, белые цветы, мускус, амбра, специи и корица. Да, с Dolce & Gabbana Light Blue, конечно, есть общие ноты. Яблоко, цитрусы, жасмин. Но там кедровое что-то. А здесь перец, лаванда, корица. Вот от этого он ярче, горячее. Если Light Blue расслабляет, то здесь что-то погорячее. Но я все равно Dolce больше люблю, конечно. В нем для меня лучше баланс. Конечно, очень красивое оформление. Нежная свежесть, гладкая ласка, капли воды. Из мира сновидений рождается благоухание, мечты и нежности. Это шанс позволить вашему разуму освободиться и уйти в мягкие облака и синее небо. Но почему бы и нет? Но это же уже было все в Light Blue. Деликатный ветерок утреннего рассвета, тонкая ласка капли воды, яркая природа красочных снов в небесном мире. Столько красоты о нем сказано. Но ведь это правда. Да, он такой, приятный. Но если кто-то не знаком с Dolce & Gabbana Light Blue, он может, конечно, просиять к нему любовью. Или кто-то, если очень любит Light Blue, как я. В принципе, это может быть его бюджетной заменой. Но если только так, издалека распылять, чтобы не окраситься в голубой цвет. Blue Drop, он поярче, погорячее, посочнее, чем Light Blue. И по мифическим и реальным аккордам они его тут описывают, как мечты, нежность, зеленое яблоко, ветер, роса. Это только начало прекрасного небесного сна, наполненного лиловым и синим. Сладостный сказочный момент, смотрящий в бесконечность. И видео для него нет. Сразу хочу отметить, что фланкер Фрейзия и Сан мне совсем не понравились. Это то же самое, что оригинал. Очень мало чем отличается, но, по крайней мере, абсолютно в такой же манере. Ну, давайте поподробнее. Вот этот, конечно, цветочный, а этот фруктовенький. Хэллоуин Сан вышел в 2005 году. И вот, например, ноты, вы только посмотрите. Лайм и банан, магнолия, тубероза, фиалка, сандал, мадагаскарская ваниль. Казалось бы, это все должно звучать очень красиво и даже очень вкусно. Но нет, не для меня. Да, легкая фруктовость есть. Да, банан вполне возможно. Фруктовая такая влажная сладость есть, пресная. Но опять этот какой-то отталкивающий холодок. Даже несмотря на ваниль, меня не привлекает, в общем, все это. И фрезия. Фрезия вышла в 2006 году. Он действительно с цветочным нюансом, более выраженным, чем в оригинале. Практически такой же, как оригинал. Но, на мой взгляд, с присутствием искусственной сладковатой нотки фрезии. И вот ноты. Груша, кардамон, черная смородина, белая фрезия, персик, ландыш, лотос, сандал, мускус и белый кедр. Чего? Персик? Нет, я не чувствую его совсем. Если в сан банан еще можно распознать, то здесь нет ничего, кроме оригинального хэллоуина со сладковатой искусственной фрезией. Ничего не могу больше выхватить здесь интересненького. И фрезию я как цветок очень обожаю, и все время ищу натуральное звучание, природное. Но все время я слышу эту искусственность. И у Хэллоуин еще есть фланкеры. Это Тату, Фива, Киз и Секси Киз и Роуз Фаталь. Может быть, даже это еще не все. По крайней мере, это то, что знаю я. Так что, такие у меня итоги с ароматами Хэллоуин. Эту тридцатку оригинала я пока оставлю у себя. Буду еще его пробовать в разное время года. Сан и Фрезия однозначно мне не нужны. Блю Дроп мне не нужна. Я оставлю Флёр из-за флакончика. И Уатер Лили будет моим очередным летним ароматом. До кучи, так сказать. Шат у меня нету аромата, но я подумаю еще. Может быть, следующий уже холодный сезон. В этом году у меня много новинок на холод. Слишком мне жирно будет. Миамимайн пока не хочу. Буду еще пробовать. Друзья, я надеюсь, мои кривляния в костюме выглядят не совсем жутко. Я вас очень благодарю за то, что вы оставались со мной. Но сейчас ведь начинается самое интересное. Это ароматы от Диметр, посвященные Эльвире, властительнице тьмы. И я вам предлагаю проследовать со мной в следующую часть, где я расскажу вам об этих ароматах. Субтитры сделал DimaTorzok